Скажи, бабуль, когда будешь готова загадывать желание? А какое у меня желание? Ну, конечно, сейчас снимем фильм, бабуль, улыбайся. Да, надо загадать желание, и потом будешь задувать свечку. А что мне пожелать, да? Ну, конечно. Ой, я желаю, чтобы дом был мир, любовь. И все мы любили друг друга, жалели друг друга. И были вместе всегда. Угу, здорово, спасибо. Поздравляю, бабуль, с днем рождения тебя. А мне двадцатого. А мы заранее все даже отмечаем. Да. А потом еще и двадцатого. Заранее же веселей. Да. Можешь еще что-нибудь про себя пожелать там? А я желаю, чтобы я очень обижаюсь на всех. Меня забыли, что в меня не звонят, что я думала, вот-вот, всех растила, всех заботилась, любила. А меня все бросили. Угу. Кто же тебя бросил, бабуль? По ком ты скучаешь, бабушка? У меня есть дети, и есть внуки, и правнук даже один. И не приезжают? Нет. Редко приезжают, наверное. Все-таки приезжают. Никто не видит, и не звонит, и не спрашивает. Все работают. Хотя бы пришли в булочку. Бабушка, на тебе булочку. Покушай. Мы вот работаем, получили денежку. Да. Вот как я всегда, у нас все было. Все приезжали, все кушали. Угу. Было трудное время, после войны, есть нечего у них было. И все приезжали, у кого есть, все кушали. Угу. Да, я пришла к своей подружке. У меня гостя, она говорит, ой, ты знаешь, лисбек, ничего нет. Луковички есть. Иди вместе. Давай, поедим. Вот так. Все стояли, вот так жили. И все были добрые, отдавали. А сейчас все работают. И никто не то, что ждал, а то хоть бы... Ну, что, бабуль, на день рождения поближе уже к нерождению приедут, да? К тебя поздравлять. Ну, никто не приедет. Сколько тебе, бабушка? Кто ко мне приедет-то? Ну, дети, Ира, Сережа. Не знаю. Сережа вот уехал сегодня только. Да. Не знаю. Ну, давай, бабуль, гаси свечку, чтобы твои все желания исполнились. Ура! Здорово! Ну, все, бабушка, теперь можно вынимать. 87, бабуль, правильно же тебе? 87. 87, да. 88 пойдет. 88. Ага, красивое число, бабуль. Здорово. А мама моя дожила до 90-х. Угу. Да. Она была такая труженица. Угу. Она столько работала. Угу. Я даже не знаю, никогда врача не вызывала. Угу. На своих ногах еще это померла. Да. Уже совсем на твах была тоже. Угу. А ты переживешь, бабуль. Работала на двух работах. Наш повар вставала в 6 часов, уходила на работу. Угу. Там все кончало. А потом, оказывается, я только потом узнала, что она так поздно приходила. Она еще стирала, оказывается. Понятно. Чтобы ей доплачивали, все, деньги какие-то платили. Угу. Приходила в 11. Понятно. Хорошо, папа. Продолжение следует...